В 1993 году был принят закон об оружии в Республике Молдова. Сделалось это все правильно, потому что после вооруженного конфликта на индустрии было очень много, будем говорить так, незаконного оружия на руках у населения. Борьба со сдачей оружия происходила вяло, никто не сдавал оружие, силы полиции не справлялись с этим вопросом. И туда пришло решение все-таки легализовать оружие для гражданского населения, что и произошло с принятием закона. На сегодняшний день свыше 40 тысяч стволов нарезного оружия присутствуют в руках у населения республики. При этом при процентном соотношении это нормальный показатель для этой страны, большой, будем говорить так. И преступления, совершенные с зарегистрированным оружием, опять же говорю, в процентном отношении населения, плюс количество владельцев, в мире находятся на одном из последних мест. Это завоевание, при всех беспорядках, которые происходили в республике Молдова, оружие населением, кто владеет им. Не было никаких действий противоправных, противозаконных. При демонстрациях, свержения власти, это показатель, это показатель культуры населения. И вот тут-то вопрос, какие существуют в специализированном магазине по продаже оружия. У нас есть лидер по продаже оружия и боеприпасов. Это магазин «Картуш», который пошел нам навстречу, чтобы мы сняли этот сюжет. Почему лидер? Потому что в основном боеприпасы продаются здесь. Также оружие последних образцов, носимого карткоствольного, в некоторых случаях и длинноствольного. Нарезного оружия. Не считая охотничьего. Правильно вы поняли. Перейдем ближе к тому, что сейчас есть. Ну что. Образцы оружия нарезного находятся в первой части. Экспонатов как бы. Если есть разрешение на приобретение, значит можно приобрести. Не могли бы вы выдать винтовку Мосина. Винтовка Мосина, будем говорить так, считается отличнейшим оружием для охоты на крупных. Животных. Как кабан. Аллей. Медведь. Но. Не на территории Республики Молдова. А вполне можно съездить в Румынию. Стать членом клуба. Охотников. Платить взносы. И в заповеднике специальном. Ходить на охоту. Правильно я говорю? Одноствольные, двухствольные, вертикалки. Вот. И я вам скажу, цены великолепные. Если переварить в доллары, то допустим вот эта вертикалочка. Дайте, пожалуйста. Вот эта вертикалка стоит вполне доступные деньги. 5600 лей. Это где-то 250 долларов. Неплохо. Неплохо. Но еще с камуфляжем. Также есть для любителей. Но стоимость повыше. Это, будем говорить, полуохотничье ружье. Потому что в основном применяется в охранных структурах. Это Бенелли. Стоимостью 39 тысяч. Почти 2000 долларов. Но. Купив его, вы, конечно, не прогадаете. Если деньги есть. Сейчас переходим к разделу оружия, которое применяется для охранных струков, в первую очередь. И во вторую очередь для коллекционеров оружия. Потому что оружие здесь само по себе очень интересно. Дайте, пожалуйста, Скорпион 61С. Калибр ШМ 65 мм. И фактически отдачи нет. Можно стрелять. Что с прикладом, что без приклада. И очень удобно для ношения. Лично сам приобрел такой. Цена устраивает. Потому что цена всего 7500 литров. Мне нравится. Хотя все равно цена, цена. Кто понимает в оружии, оценят. Здесь же есть еще оружие. Гражданского пользования. Даже не поверите. Это Брэн 805. Великолепное оружие. Отличный калибр. В данном случае 7,62. 5. 223 для гражданских. А если чтобы было понятно, 5,56 натовский патрон. Брэн 805. Великолепное оружие для охранных структур. Но фирмой ЧЗ был предоставлен Брэн еще для наших силовых ведомств. Который имел регулятор на отсечку трех выстрелов. А также полный автоматический режим. Здесь все это отсутствует. Но калибр помогает. 5,56 нато. Но есть модификации, которые можно в будущем получить. Это под советский, будем говорить так, патрон. 7,62 на 39. Нормально. Да, перезарядка здесь может быть что для левши, что для правши. Также здесь есть, как бы сказать, разработанный фирмой ЧЗ, как будто бы автомат Калашникова, но это их личная разработка. Как везде в мире. Самый популярный автомат своего времени, столетия, века. Представляете, в веках. Это, опять же, для охранных структур или для спортсменов, которые занимаются практической стрельбой, а именно стрельбой из карабина. Ну, посмотрите, какой он. А, легкий, удобный, в кармане пола. Но ничего. Если вы его, конечно, приобретете, не пожалеете вообще ни грамма. И вот сейчас мы поговорим с представителем магазина «Картуш», который рассказывает, что же у них за пистолеты такие интересные здесь есть. Мы подошли к разделу короткоствольного стрелкового оружия. Вот здесь, конечно, вы все знаете образцы ТТ, Наган, там, так далее, так далее. Но я остановлюсь на одной из моделей, как ЧЗ 75-й SP Shadow. Подайте, пожалуйста. Великолепнейший образец стрелкового спортивного оружия для состязаний по практической стрельбе. При котором он был и чемпионом мира, и Европы. И, как вам сказать, берешь в руки, маешь в вещь. И вот мы сейчас обратимся к нашему представителю магазина, который расскажет о него более интересно. Ну, это один из самых спрашиваемых пистолетов со стороны спортсменов. Потому что имеет очень отличные баллистические характеристики. Очень удобен в руке, очень хорош при держании, при отдаче от выстрелов. Поэтому, ну, у него очень много плюсов. Поэтому, в общем-то, стал один из самых лучших в мире. И также очень имеет большой спрос у спортсменов у нас в стране. И как он продает? Спрос какой? Большой спрос? По несколько штук каждый месяц спортсмены приобретают. У нас не так много спортсменов, скажем так, в Молдове. Но есть. И даже некоторые, с которыми, скажем, финансово начинают с более каких-то более дешевых моделей. Но постепенно собирают. Именно, то есть, у них тенденция собирать вот на такой пистолет. Потому что он очень удобен, он практичен. И это реально хорошая вещь для стрельбы, которая дает очень высокие показатели. Ну что, я вам скажу. Занимайтесь практической стрельбой. Но в строго отведенных для этого местах. Хороший пистолет. Хороший. Чувствуется. Чувствуется. Масть. Ну, больше останавливаться не буду на оружии. Их, этого оружия, ну, так много. Глаза разбегаются. Денег не так много. Но! Есть совет. Пока мы имеем оружие на руках, мы недостижимы до этих всех бандитов, преступников, грабителей, разбойников. Потому что они могут получить ответ. А когда знают, что могут получить ответ, стараются не грабить. Да. Думаю, что процветать будет. Как процветает он всегда. Он всегда процветал. То есть, ну, за последние годы наш магазин так серьезно поднялся. Да. Вот есть хороший спрос. Ну, с новым законом, скажем, немножко охотничий. Пропал. Но, опять же, это, я надеюсь, временное явление. Ну, у нас, как всегда, в Америке стреляют. В Молдове законы ужесточают. Ну, это принято так у нас. То, что у них там происходит, оказывается, для нас чтоб не происходило. Хотя, я повторяюсь, ни одного такого случая массовых расстрелов в Молдавии не было с 93-го года. Сколько лет прошло. Мы обсмотрели все. Хотя я могу сказать, что здесь есть еще снаряжение, великолепные ножи. Приборы для стрельбы, которые разрешены законом, типа фонариков. Ну, давайте так. Будем законопослушными гражданами приобретать оружие, а затем уже дышать тихо, спокойно и без напряжения. Всего доброго, друзья. Мы ввели свою передачу из магазина «Картуш». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...